Департамент по культурному наследию 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 Я благодарен Центральному аппарату Российского военно-исторического общества. Они создали сейчас такие видеоролики, посвященные героям Советского Союза, героям неба, памятным датам военной истории России. И эти ролики я привез из Москвы. И на сегодняшний день могу вам сказать, что в кинотеатрах Ульяновска, в частности Луна, Руслан, Художественный, Люмьер, мы сейчас будем разговаривать и с другими кинотеатрами, показываются предсеансовые, минутные. Они небольшие, да. Но они позволяют максимально узнать о героях Советского Союза, о тех людях, которые несли большой вклад в победу, знать свою военную историю, знать максимально больше информации. И они не, скажем так, они очень содержательные, в то же время позволяют с помощью старых фотографий, старых видеозаписей воспроизвести те события, которые есть. И очень мне приятно, что в числе таких роликов есть и наш полген, дважды герой Советского Союза. И такая работа ведется у нас с администрацией города сейчас на видеостендах. Мы тоже такие ролики размещаем, то есть и в школах сельских очень, очень прям отзываются, просят передать им эти видеоролики. Вот вчера буквально в Корсуне, в Языково я уже передал эти видеоролики, соответствующие авторские права у меня имеются на эти видеоролики. То есть такая работа у нас построена, и она будет дальше вестись. Ну и конечно, вы знаете, очень много у нас уроженцев в Урьяновской области, которые ушли на фронт, и которые похоронены в других регионах. И сейчас ведется такая работа с коллегами Российского военно-исторического общества, других региональных отделений по поиску, место захоронения. Ну и, а также ведется работа по установке мемориальных досок. Вот многие, к сожалению, остались дома, а забыты. Вот у нас в Сурском районе есть дом, где родился герой Советского Союза, Елховка. Да, в селе Елховка. Сейчас мы изготавливаем новую мемориальную доску. Герой Советского Союза Милошин, который как раз непосредственно родился в этом доме. Та доска, которая была, она сейчас вообще в непригодном состоянии, неприглядном состоянии. То есть сейчас такая работа ведется, и, конечно, активно ведется работа по братским могилам умерших ЭВК-госпиталей. А у нас много таких могил на территории региона? Могу вам сказать, что на сегодняшний день у нас 77 таких могил, братских могил, индивидуальных могил, особенно в умерших ЭВК-госпиталях, особенно в Инзенском районе, в городе Димитровоград. И вот сейчас могу вам сказать, что в блог мне пишут, обращаются жители Самарской области, по-моему, даже Челябинской области, которые как-то нашли сведения о том, что там в Димитровограде ищут своих там дедов, прадедов, просят оказать содействие, где они похоронены в этих братских могил. То есть, конечно, вот такая работа ведется, и она будет вестись. Могу вам сказать еще один случай, когда жительница Украины, Славянская, года два назад, после публикации одной статьи, посвященной братской могилы советского экипажа, потерпевшего у нас воздушную катастрофу в Новоспасском районе, Силья Суровка, у нас есть там такая братская могила. И она искала как раз своего деда и нашла вот по этой публикации, вот эта статья, и попросила меня исправить ошибку. Там было указано Никитин Ков, то есть там неправильно. То есть она такая, мы сейчас это уже странили ошибку, уже новая сейчас будет, уже мемориальная доска, уже с указаниями исправленный вариант. Такая работа тоже будет вестись. И то же самое у нас и в Корсунском районе, там тоже был ВК-госпиталь, в селе Сосновка, братская могила, там тоже была сделана ошибка в свое время. Сейчас в рамках вместе с ОБД-мемориалом мы просводим сверку, и, конечно, годы рождения, фамилии, имя, отчество. Конечно, эта работа будет вестись. Ну и одновременно, вот с чем мы столкнулись, поскольку у нас много участвовало и в отечественной войне 1912 года, вот вы знаете, как недавно прошло больше 200 лет со дня Победы, мы отмечали такой праздник, юбилей Победы. У нас не сохранилось ни одно захоронение, связанное с тем периодом. Ведь у нас много людей уходило в составе симбирского ополчения. Мы искали как раз могилы, может быть, старые кладбища, где похоронены эти солдаты. Но, к сожалению, и участники этой отечественной войны 1812 года, но не нашли. И сейчас мы хотим сделать такую интерактивную карту, где будет у нас указано, пройдет 50 лет, 100 лет, но чтобы зафиксировать координаты, где у нас находится индивидуальное захоронение участников Великой Отечественной войны, могилы Героев Советского Союза, чтобы 50, через 100 лет эти люди могли прийти и найти, где эти захоронения. А когда эта карта появится? Я думаю, что сейчас нам нужно будет объехать все их заново со соответствующими специалистами. Я думаю, это где-то работа будет принята в течение двух месяцев. Потому что это кропотливая работа, потому что необходимо собрать больше информации, зафиксировать эти данные, и чтобы уже появилась такая карта, и любой желающий, кто-нибудь, может быть, через 50 лет, 100 лет, захочет посмотреть то или иное воинское захоронение, он может поехать, посмотреть, и не надо будет искать на кладбище, там, где, как сейчас мы можем зайти на кладбище, и порой не сможешь найти, где у нас похоронен Героев Советского Союза. Вот такая работа обязательно будет вестись. Ну и ряд других мероприятий. Мероприятие планируем военно-историческую реконструкцию, посвященную Великой Отечественной войне 1941-1945. А где она будет проходить? Пока вот задумки есть в парке Победы, очень реконструкторы просеивали именно там, у нас, в Ульяновске. А почему там? Там удобно, что ли? Как бы для них, как бы для них удобно, они как объясняют. Но, на мой взгляд, я все-таки сторонник того, чтобы, ну, в городе много проводится мероприятий. А вы знаете, у нас вот очень мне нравится, когда в сёлах проводят, вот в муниципальных образованиях, потому что там, на самом деле, тоже живут люди, они тоже хотят видеть какие-то элементы военной истории. Им очень тоже приятно, хочется посмотреть, как идет бой, как все это. То есть я вот убедился на примере в Сингивейском районе, в Сирии Кротково, в Радическом районе, в Верхней Мазе, когда там проводили Отечественную войну 1812 года. Ну, то есть вот, личный раз убеждаюсь, что, на самом деле, надо идти в муниципальное образование, им показывают, вот сельским ребятишкам, это очень важно. Конечно, и в городе важно, но особенно надо, чтобы они тоже почувствовали какую-то свою сопричастность, интерес к этой истории. Вот гражданская война, у нас будет военно-историческая реконструкция, посвященная гражданской войне. У нас, ведь события больше происходили по гражданской войне, очень много братских могил у нас связано с гражданской войной, массовое захоронение. Поэтому мы сейчас хотим, как бы, показать, когда брат шел на брата, и вообще смысл вот этой гражданской бессмысленности этой войны вообще, то, что происходило у нас по Волжье и непосредственно у нас в Ульянской области. Ну, и ряд других мероприятий, о которых я могу много-много говорить. Кстати, Вы хотели проводить реконструкцию, посвященную подвигу Александра Матросова, ежегодно причем. Это будет проводиться? Ну, я могу сказать Вам, что уже сейчас подготовлен распоряжение губернатора Сергея Ивановича Морозова, где он выступил с предложениями, чтобы вынести данный проект на федеральный уровень, с привлечением профессиональных военно-исторических клубов, и чтобы проводился данный, данный военно-исторический реконструкции, фестиваль ежегодно, 27 февраля. Я думаю, что это, в принципе, правильное, хорошее, вообще идеальное решение. Почему? Потому что у нас есть памятник истории культуры в селе Ивановка, здания, где воспитывался герой Советского Союза Матросов, есть музеи. Но, вот опять же говорю, необходимо внимание привлечь к этому зданию, не то, что даже, может быть, к истории своего края, к тем местам, которые у нас есть. И в любом случае, я думаю, что если мы будем такое проводить, военно-исторический фестиваль, он обязательно будет, и будет востребован, и я знаю, что многие клубы отзовутся, приедут к нам, и будет участвовать в такой реконструкции. Ну, и планируется, что будет обязательно профессиональные клубы с оружием и техникой времен той войны. И вот могу сказать, что сейчас тоже обсуждали и танки, там Т-34, и Тигр немецкий, и, значит, обмундирование. То есть, да, настоящий зод, настоящий зод, и показать просто ребятишку. Потому что, на самом деле, сейчас больше дети, когда смотрят, они зрительно лучше воспринимают, нежели вот доклады там, или еще что-то. Конечно, они тоже важны, но дети, они все-таки внимание очень держат зрительно. То есть, они лучше это как-то память о себе оседает и так далее. А вот шумиха в СМИ прошла по поводу памятника Александру Матросову в селе Ивановка. В каком сейчас состоянии этот памятник? Вы знаете, памятник в хорошем состоянии. Сразу вам скажу. Было в 2009 году проведено техническое обследование. Тогда спецпроект реставрации к нам обращался, получил у нас задание, они посмотрели. После этого, я знаю, что губернаторам были выделены средства Министерства образования. Они отремонтировали этот памятник. Вся проблема, вы знаете, в чем здесь, как говорится, недопонимание было. Любой объект должен иметь документальный собственник. И в связи с тем, что в муниципальном образовании и администрации таких школ недостаточно имеют средств на оформление таких документов. Не были проведены работы по оформлению соответствующих документов. Угрозы как к такому памятнику нет. Там просто были связаны с тем, что не были оформлены документы. Вот сейчас такая работа нами тоже проводится. У нас же много, как я сказал, 600, больше 600 этих памятников. Конечно, мы сейчас ко всем муниципальным образованием обращаемся с просьбой. Поскольку мы сейчас живем в правовом государстве, в Советском Союзе тогда колхозы и совхозы быстро это устанавливали. Они не думали оформлять документы. Сейчас уже совсем другое время. Конечно, требуется оформление соответствующих документов. Мы, конечно, просим, чтобы они оформили их собственность, на баланс взяли, чтобы у каждого объекта был собственник или балансодержатель, с кого можно было спрашивать. Потому что, если будет такой порядок, соответственно, будет порядок во всем. Поэтому я думаю, что эта работа будет проведена в ближайшее время. Просто необходимые средства, я думаю, это будет сделано. В продолжение этой темы хотелось бы сказать по поводу ремонта, который сейчас проводит муниципальное образование всех памятников. Вы знаете, все-таки был очень хороший и положительный опыт в Советском Союзе. Тогда они надеялись не только на государство, а школа активно принимала участие, предприятия активно принимали участие. Я имею в виду в ремонте, реставрации памятников. Понятное дело, что бюджеты сейчас муниципальных образований очень скудные и не всегда есть средства. И вот на тот момент, в то время, конечно, это очень сильно уделялось этому вниманию. То есть и школа активно, и дети активно участвовали. Нас вот мы, когда были детьми, еще красили, белили. То есть это было в порядке вещей. Я считаю, что так и должно быть. Потому что не стоит только рассчитывать. То есть это важна. Это как бы еще и воспитательная функция. То есть я, если смотрю, ухаживаю за памятниками, я знаю, для чего это дело, ради кого это дело. И история связана с этим памятником. Поэтому вот эти такие важные моменты, которые не только выполняют функцию того, что приведение в порядок, но еще и воспитательную функцию носят. А вот мемориальных комплексов вечный огонь много у нас? И будут ли они постоянно функционировать? Вот такая инициатива тоже прозвучала, что это постоянно функционировало? На сегодняшний день на территории Ульяновской области, могу вам сказать, 64 было. Вот сейчас в Сенгеле открывается 65-й мемориальный комплекс вечный огонь. На сегодняшний день порядка так, у нас 4 постоянно будут действующие от магистрального газопровода. Они будут круглогодично гореть. Вот я сказал, это Ульяновск, это Димитровоград, это Новоспасская и сейчас Сенгели. Остальные памятники, которые есть сейчас на территории Ульяновской области, вот эти мемориалы вечный огонь, они будут функционировать от газобаллонного оборудования. Хочу заверить, что вот 4 мемориальных комплексов вечный огонь, которые я перечислил в муниципальном образовании, будут круглогодичны. Остальные будут 8-9 мая на празднике обязательно будут гореть от газобаллонного оборудования. Почему-то вопрос тоже у нас был на контроле, потому что я выезжал в Москву как раз от Ульяновской области, и там в Министерстве культуры собирали все субъекты Российской Федерации, представители всех субъектов Российской Федерации, и была дана установка, чтобы в мемориале вечный огонь обязательно горели во всех субъектах. Но вы понимаете, в селах, когда было 30-летие побед, устанавливали из пластмассы некую звездочку, туда подводили какой-то резиновый шланг или еще что-то. Все это, конечно, пришло в негодность, все эти трубы, которые все тогда использовали. Сейчас, конечно, проведена полностью инвентаризация всех мемориалов вечного огня территории Ульяновской области. Могу вас заявить, что все они будут гореть 8-9 мая. Спасибо, что пришли. Желаю вам хорошо отметить праздник и здоровья вашим родственникам. Спасибо. Спасибо. У вас с наступающим праздником. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин